всем добрый день друзья мои сегодня у нас будет цикл передач посвященный ударопрочному влагостойкому телефону от компании f-150 модель b 2021 простонародье bizon что мы сделаем данным телефоном китайцам пообещал что у нас будет два обзорчика в первом обзоре мы распаковочку сделаем посмотрим комплектацию также посмотрим что у него внутри программное обеспечение функционал данного телефона быстренько пробежимся в следующем ролике моего потопим покидаем и всячески над ним поиздеваемся посмотрим как так ли заявлен ударопрочного ввода стойкий пылевлагозащищенный телефон все ссылочки буду в описании телефон довольно бюджетный стоимость там 120 чем-то долларов так что каждый себе может позволить с телефончиком я уже поигрался моделька мне понравилось есть свои фишки которые отсутствуют у данного телефона также заявлено 4 камеры видим в следующем ролике мы их потестируем пофотографируем посмотрим стабилизацию как обычно погнали давайте с вами распакуем посмотрим что из себя представляет данный телефон вот в такой упаковочкой предоставляется дисплее у него 5 и 8 дюйма hd плюс android 10 на борту установлен процессор рассме ядерным такая g25 6 гигабайт оперативной памяти 64 встроенной 4 камеры у нас 13 мегапикселей 2 2 мегапикселя еще двухмегапиксельная и для эффекта bk03 камера фронтальная камера 8 мегапикселей на борту также есть у нас gps от gps 2 sim карты поддерживает телефон батарея 8000 миллиампер ну и отпечаток пальцев сканер отпечатков пальцев телефончик я уже поюзал попользовал меня он так расположен макулатура шманкалатура дальше что у нас еще идет наборе мануальчик инструкция по телефону кабель зарядки и видим скрепочку для открывания лотков кабель зарядки у нас идет 5 вольт 2 ампера если он там видно быстрой зарядки не поддерживается и кабель юсб тайп си что очень актуально что касается данной комплектации телефон достаточно бюджетный в плане что доступны любым пользователям давайте сразу же распечатаем покажу вам чем понравился мне данный телефон по интерфейсу быстро пробежимся видим что у нас лоток для двух sim карт здесь расположен клавиша у нас многофункционально можно назначить разное приложение долго удержание двойной клик по кнопочке видим логотипы что влага водозащищена все металлические вставки везде здесь углы про резины soft touch резина на этой стороне сделаны клави качельки громкости у нас звук регулировать клавиша включения телефона выключения также сенсор отпечатков пальцем тоже все в их металлическое сделан добротно на нижнем торце видим что спикер он же является микрофоном заглушка под порт зарядки и передачи данных юсб тайп си также 3 миллиметра джек под наушники сделан такой штучки между прочим штука тоже сомнительно надо эти все со временем могут отлетать если часто и дергать есть отверстие под темляк минимум это очень хорошо можно пропустить темляк на веревочку и все четенько будет на этой стороне у нас ничего нету на задней стороне видим четыре камеры света вспышка она же является фонариком достаточно ярким сейчас я вам продемонстрирую здесь у нас очень интересный интерфейс в плане как что съесть встроенный ланчер есть оформим ланчер ланчерка вам сказать это оформление на которые рабочего стола интерфейс также есть встроена как она переключается вот этой клавишей долгое нажатие можно сделать интерфейс уже встроены здесь у нас же показывают шумометр заряд батарей здесь у нас высота над уровнем моря здесь у нас будет компас но надо его откалибровать на также здесь менюшка у нас чем данное меню мне интересно сейчас переключимся вам покажу бликует все извиняюсь но так покажу что можно у нас как сделать на настройки рабочего стола у нас здесь настройки есть меню можно сделать можно вывести все на рабочий стол как на айфоне без меню видим что у нас здесь моно бровь такая сделана также видим что у нас здесь динамик и камера фронтальная по меню до пробежимся здесь у нас моих устройствах версия андроида видим что версия android 10 стоит телефон уже меня прошивался прилетала прошивочка тут у нас настройки контактов быстро кнопка настроить у нас есть тут многофункциональная мобильная сеть настройка сим-карты вай-фай блюту дополнительные точки точки доступа мадам экран можно посмотреть на много очень настроек навигация можно полностью под себя кастомизировать как вам удобно данный телефончик видим что полностью настраивается вся система интеллектуальная помощь есть чем не понравилось например смотрите блокируем телефон до два раза по экрану просыпание также режим перчатках видим меня включен на данном телефоне что касается камера у нас секундочку надо будет во втором видео посмотрим когда она снимает фото видео на этот все есть у нас видим примеру это все я приведу сегодня же у нас просто ознакомительный ролик с интерфейсом дальше что мне в данном телефоне понравилось смотрите наверно у первого телефона я такую фишку увидел у нас обычно используется лоток sim-карты или одна sim-карта с флешкой или две sim-карты но уже вы память добавить не можете на данном же телефоне обратите внимание сразу же можно использовать две сим-карты также карту памяти но такое решение очень очень практично нежели или будете опять у меня переключился стукнул по нему секундочку дядька говорю не кто-то фишек надела этим не у телефон понравился вот этой фишкой что можно сразу же две sim-карты вставлять карту пробовал карту на него 128 гигабайт телефон не увидел но у меня система была не нтфс там не знаю можно поиграться с профилями системы отформатировать флешку и будет все видно видим тут режим экономии энергии все есть вот такой у нас телефончик вообще замечательный фонарик давайте продемонстрирую есть у них сторонние здесь предложение своем сейчас его только найду секундочку ящик с инструментами называется да есть у нас в приложении фонарик фонарик светит ну очень ярко она тут такой не точками светодиодными целая пластина также у нас здесь секунду что есть фонарик компас можно есть есть у нас звуковой децибел шумометр транспортир электронный отвес есть часы таймер звуковое моделирование я это такое интересные фишки всякие шагомер можете шаги мерить ну и лупа соответственно давайте что-нибудь рассмотрим текст например на данной бутылочки видим что не читаем здесь же секунду видим что любой мелкий текст можно на лупе прочитать очень очень удобно между прочим здесь даже можно еще увеличить смотрение об еще крупнее сделать и уменьшить замечательно вот такого них стандартное приложение и она все полностью русифицирована видим что все сервисы google предустановлены все есть вплоть до ютюба вставляем симку профиль вбиваем и готова себестоимость данного телефона можете посмотреть в описании к ролику будут ссылочки зависит от курса доллара с 18 числа между прочим будет у них там акции стартует продажа вся же ознакомительное видео можете повысить или восемнадцатого я второй ролик выпущу и посмотрите динамика интересно реализован здесь довольно громкий телефон вообще сам по себе громкий меняем тут тоже всякие фишечки в общем все есть что нужно профили звука зайдем мелодии на сим-1 сейчас я вам продемонстрирую ну довольно громкий видим что динамик вообще громкий очень вот такой телефончик первый взгляд у нас сегодня на данный телефон следующем ролике моего посмотрим как он себя поведет между прочим здесь сразу же защитное стекло стоит уже наклеена идет завода и наклеена довольно довольно четко даже не различить что он приклеенному ногтями чувствуется дальше какие недостатки у данного телефона обнаружил нет индикатора хотя может настройках надо поискать еще но не нашел и индикатор пропущенных в сообщении да не сообщение пропущены вообще сообщение вызовов еще когда вот у меня на моем телефоне здесь мигает когда звонок пропустил там или эсэмэска или там с мессенджеры пришло здесь просто не видим его нету хотя вот здесь есть датчик на приближение я вижу стоит да дачи приближения индикатора событий увы нет для меня конечно это такая штука удобный индикатор событий можно было поставить беспроводной зарядки здесь тоже нету за соответственно за эти деньги но за такую себестоимость отличный телефон все ссылочки буду в описании следующей серии мы там на следующей неделе его подгонить потестируем данный телефончик спасибо увидимся